Художественный фильм «Внутренний остров» выдвинут Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики на 94-ю премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудиях «Азербайджан фильм» имени Джафара Джабарлы и дебют совместно с Arizona Productions, Coyote Cinema и Mandarin Agency. Автор сценария и режиссер Руфат Гасанов. Вся эта история с «Оскаром», мне кажется, она сильно преувеличена. Почему? Потому что это пока вообще ни о чем не говорит. Каждая страна ежегодно выдвигает тот или иной фильм. Просто в этом году Союз кинематографистов Азербайджанской Республики посчитал, что этот фильм можно выдвинуть от Азербайджана. Соответственно, на сегодняшний день, по-моему, порядка 93 стран, которые выдвинули свои фильмы. Я увлекаюсь шахматами, я знал историю Гата Камского. То есть это реальная история лежит в основе? В каком-то смысле да, потому что даже визуально главный герой, то есть если обратить внимание на его прическу, на очки и так далее, то есть там есть определенные отсылки к Гате Камскому. Но вообще я поймал себя на мысли, что Азербайджан это страна, в которой, то есть как минимум там 2-3, может даже больше, там серьезнейших, сильнейших шахматистов. Ну я немного знаю твою биографию. Это такое путешествие еще и по планете. То есть это Нью-Йорк, это потом Москва. Расскажи об этих этапах своей жизни и карьеры. Поступил в Бакинский государственный университет на факультет востоковезни турецкий язык и литературы, отучился два года. Параллельно я подавал документы в различные университеты в Америке и остановил свой выбор на университете, который называется Bates College. Изначально это был театр, то есть режиссура театральная. Затем это плавно перекочевало как-то в кино. Вот и на втором курсе уже снял свой первый короткий короткометражный фильм в Москве. Да, я работал на телеканале Дождь. Это был 2010 год, 2011. Вот. Режиссер промо и межпрограммки. А, и в 2011 году я познакомился с Эльвином Адгазелом и мы сняли фильм Хамелеон. Так, стоп. Фильм Хамелеон. Фильм Хамелеон, окей. Фильм Хамелеон, я помню, что этому тоже предшествовала какая-то совершенно удивительная, спонтанная история. Спонтанная, удивительная история, да. Вот как так? Вот раз и снял фильм. Я не знаю, то есть у меня нет какого-то, какого-то вразумительного ответа на этот вопрос. Значит, ну, представьте ситуацию. Я работаю на телеканале Дождь. Уже сейчас я это могу сказать, спустя там годы, ретроспективно. Мне в какой-то момент работа очень сильно надоела, потому что телевизия — это не кино. понятно, что хочется как-то больше, там, я не знаю, творческой свободы и так далее и тому подобное. И я... И вы тут все вздохнули так, да. И я своему руководству тогдашнему телеканалу «Дождь. Говорю, слушайте, отпустите меня в Баку на неделю, у меня неотложные дела». Встречаюсь со старшим товарищем и... У меня нет сценария, у меня есть идея плюс-минус. То есть та идея, которую мы с Эрвиной вместе разработали. Вот я ему говорю, вот у меня есть вот такой-то сценарий. История вот примерно такая-то. То есть я делаю питчинг, то, что называется. Он мне задает вопрос, а сколько тебе на это нужно денег? Я без понятия, потому что я до этого не снимал полнометражное кино. Я называю ему смехотворную сумму, но она достаточно серьезная для человека, который просто может взять и вытащить тебе какую-то сумму денег определенную. Но это явно не бюджет полнометражного фильма, скажем так. Ну и все, и мы через неделю приступаем к съемкам. Скажи мне, сколько ты уже возглавляешь отдел кинематографии при Министерстве культуры? Это уже называется не отдел кинематографии, это отдел аудио-визуальных и интерактивных медиа. Но это чуть больше года, год и три с половиной месяца. Сколько кинофильмов полнометражных в год мы производим? Если мы говорим о государственной поддержке, государственном финансировании, то если, и опять же, если речь идет сугубо о полнометражных художественных фильмах, то в этом году было запущено четыре. Четыре. А если сравнить, ну вот, с Россией? Я не думаю, что это сравнение уместно, учитывая то, что там население в 150 миллионов. Ну смотри, я частный инвестор. Ко мне пришел молодой азербайджанский режиссер. И он мне говорит, мне нужны деньги. Мой первый вопрос, сможешь ли ты собрать кассу? Были примеры, когда фильмы более коммерческого плана отбивались и даже приносили прибыль. Есть такое. Такие кейсы были, да. Такие кейсы были. Это в основном были, скажем так, комедии сомнительного художественного достоинства. Но важно не это. Важно, насколько этот рынок может в целом развиваться. То есть какой потенциал у этого рынка? Я понимаю, что определенные вещи не отвечают твоим вкусам. Но с коммерческой точки зрения, с точки зрения потребителя они могут быть интересными. Да, поэтому... Есть этот конфликт? Скорее да, чем нет. Этот конфликт есть, но это конфликт внутренний, как внутренний остров. Что изменится в жизни твоей и в восприятии Азербайджана, если внутренний остров возьмет Оскара? Настолько маловероятно, что, мне кажется, даже не стоит об этом говорить. Ну, давай пофантазируем. Потому что, нет, насколько мне известно, ни один азербайджанский фильм не попадал даже в шорт-лист из 15 фильмов. То есть, если каким-то чудом мы попадем в шорт-лист, это уже будет, мне кажется, большой шаг вперед. Беру. 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 Беру.